Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, четверг, недельный главы Рье, великой главы, очень много всяких толкований. Давайте быстро пробежимся, что успеем. Смотри, смотри, начинается этими словами наша глава. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Следовательно, смотри, это более сильно чувствует. Нам говорится о том, что вот как бы точно увидел, это уже точно. Поэтому смотри, это ключевое. Главное, смотри, увидь, что происходит вокруг тебя. Нельзя быть слепым в этом мире. Вот то, что просит у нас глава. Смотри, сегодня я предлагаю вам. Это предложение начинается в единственном числе. Смотри, я предлагаю тебе сегодня. И дальше продолжается во множестве. Написано, что решение и выбор пути человека на Земле очень индивидуальный. Мнение большинства важно, но не всегда является решающим. Мнение не считается, а взвешивается, говорит пословица. То есть нам надо учитывать больше информации, больше мнений, но выбор между добром и злом всегда в руках единицы, а не массы. Вот любой человек посчитает себя единицей, которая и выбирает в этом мире, что произойдет. Свобода в наших руках написано. Смотри, свобода в твоих руках. Мир, он вариативен. Он зависит от нашего решения, от нашего поступка. Это нам все описывается в торе, шаг за шагом. Начиная с Авраама. Сожрал яблоко, не то что надо, выгнали из сада. Но мог ведь не съесть, тогда была бы другая варианты развития событий. Все зависит от человека. Ничего, это специально нам много-много раз от нас ничего не скрывают. Нам все время говорят, смотри, смотри. Добропорядочное общество, которое все хотят, чтобы такое общество было красиво, все было, оно не возникает само собой. Его не создают ни рынок, ни государство, никакие формы, это все глупости. Его формирует выбор каждого человека, каждого человека. Такова главная мысль книги дворим. Вот что мы выберем, благословение или проклятие. Мало того, перед нами ничего не скрывается, все перед нами. И человек должен понимать, что когда проживет он на земле 120 лет, и посчитают вклад, что он сделал, чтобы проклятие больше на земле было или благословение, и подводится итог жизни. Все очень демократично. Каждый человек имеет право на выбор. Только, знаете, все очень относительно, потому что есть история такая, студенты решили свободно выбрать, куда они пойдут. Одни сказали так, если будет орел, да, давай монетку бросим, да, пойдем в кино. А если орешка, на море. Все говорят, ну подожди, а как же занять? Ну, а если монета попадет на ребро, пойдем на занятия. Вот такая вот полная свобода выбора дается, надо только это все понимать. Сказали мудрецы одну интересную вещь. Мы не можем подозревать, что Бог принимает какие-то невероятные, неправильные решения, да, ибо он судья праведный. И тот, кто сумеет действительно почувствовать, почувствовать, что все от Бога и все к лучшему, написано будет танцевать от счастья даже в аду, зная, что для него это лучше, и он очищает душу от всех налипших грехов, чтобы прийти к вратам рая. Вот такая система. Можно такое себе представить? Сложно. Сложно, но даже, написано мудрецы, написали дословно, даже в аду можно танцевать, и с ней совершенно вера в Творца. И то, что говорит царь Давид в Тегелим, даже когда прохожу ущелье в отме смертной, 23-й псалом, не убоюсь, зла, ибо ты со мной. Поэтому нет места, написали на земле, сокрушения. Потому что с нами происходит там. Конечно, у каждого свои проблемы. И великие главы народа переносили такие страдания горше, чем многие из нас. Ну и что? Так устроен этот мир? Надо помнить только одну важную вещь. Бог никогда не оставит человека, ни в счастье, ни в несчастье. Ни в этом мире, ни в будущем. Как при жизни, так и после смерти. И все страдания и муки, которые человеку приходится переносить, вот муха, например, нападает, да, то написано, что Бог переживает их вместе с нами. Да, написано, это невозможно понять до конца, но он тебя любит, человек, он любит каждого из нас. И когда человек страдает, написано, Бог страдает в той же мире. И он не хочет причинять никому зла из нас. Это любимые дети. И нам следует помнить, что все это к лучшему, но мы не можем знать, какие расчеты ведутся на небесах. Вот в этом сложность. В этом сложность, с одной стороны, смотри, вот все видно, все понятно, с другой стороны, сколько ни смотри, до конца все не увидишь. Надо просто помнить, что все к лучшему. И написано, что Бог со мной, он приносит только добро. И поэтому надо это помнить. Именно поэтому написано, в жизни нет места чему отчаянию. Нужно только радоваться. И каждое мгновение, в любой момент, не важно, насколько горькое лекарство в данный момент принимается, ведь на самом деле оно сладкое. И надо еще одну вещь четко понимать, что не важно, какой голос препятствует пути вперед, что он рассказывает тебе. Одному он рассказывает одно, второму другое. Какому бы он ни был разумный, убедительный, это голос разрушения, и оно убирает от нас жизнь. Сила только от Бога. Нет другой силы на земле. И нет другого понимания, как пройти этот путь. Написано, сказал замечательно, что мир это узкий мост. Мы уже говорили, надо просто идти и не бояться, идти вперед. Потому что знать, что нас ведут к лучшему, брахавы от слахавы.